приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся с самой актуальной информацией на 27 января 2022 года поговорим о народном празднике поговорим о том что сегодня за православный праздник на что обязательно нужно обратить внимание в этот день также обязательно ни в коем случае не делайте это для того чтобы не привлечь беды и неприятностей и проблемы в свою жизнь также поговорим и о лунном календаре все далее более подробно в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца итак друзья 27 января отмечается народный праздник который называется не на обряды скотины овча 2 православная церковь в этот же день 27 января чтит память преподобной нины христианской святой просветительницы грузии почитаемые в лике равноапостоль родилась она около 280 года в каппадокии отец ее и забыл он являлся родственником великомученику георгия мама сусанна си была сестрой иерусалимского патриарха а также сегодня день святого савы основоположника автокефальной сербской православной церкви другие названия праздника этого дня день мины самин дан день святого сава день духовности также по-другому называли и день школы а наши предки 27 января традиционно чистили хлев и коров от навоза меняли солому а также кормили буренок хлебом беседовали обязательно ласково таким образом готовились к будущему отелу мужики кололи дрова также обучали ткан тонкостям рубки сыновей если вдруг сегодня случалось возгорание то по народным поверьям считаю что даже одна капелька молока которую брызнули в пламя могла утихомирить огонь коровье молоко сдойное сегодня с легкостью лечила ожоги сегодня очень боялись в народе сновидений которые были связаны с коровой если во сне она была черная то по народной примете ждали беды красная серьезная болезнь белая же сулила неприятности финансовых делах такой сон гнали молитвой отче наш который нужно было произнести три раза а потом крестились на образ иисуса христа в день нины 27 января проводили различные обряды для безопасности рогатого скота забивали четыре гвоздя по углам хлеба и обходили трижды по часовой стрелке вокруг а затем брали церковную свечу и с ней шли уже против часовой стрелке считалось что после такого ритуала нечисть не сможет пробраться к скотине и навредить ей также наши предки верили что если кто-то из соседей 27 января попросит в долг молока или просто попить молока то считалось что такой человек с дурным глазом поэтому в день нины молоко и продукты из него из дома не носили а и а ели только всей семьей тем более что на нину они обладали целебными свойствами могли излечить практически от всех болезней если бы в доме был больной трясучкой ему давали молоко прямо из-под коровы на которое было трижды наложено крестное знамение человек очень скоро шел после этого на поправку 27 января в день нины обязательно было принято читать ритуалы заговоры на счастье и удачу но их обязательно читали на молоко 27 января празднуют именины агния адам андрей анджела аристарк вениамин генри евсей иван илона илья макар марк моисей не на осип или иосиф павел савва сергей степан и юлиан мы поздравляем с именинами и желаем всего самого наилучшего а также обращаем ваше внимание что те кто родились 27 января обладают даром врачевания а в качестве талисмана стоит им носить аметист вы знаете согласно поверьям наших предков основное что нельзя было делать 27 января в день нины это обижать корову по народной примете обиженное животное перестанет доится а значит семья будет голодной ведь в народе корова называли кормилица из ее молока можно было сделать и сметану и сыр и творог также 27 января нельзя было бездельничать и спать до обеда иначе можно было свое счастье проспать нужно было встать как можно раньше приделать все домашние дела не забывая очистки хлева а также приготовить завтрак из молочных продуктов во время еды нужно было поблагодарить кормилицу за сытный стол и пожелать ей здоровья нельзя в день нины оставлять грязными и голодными домашних животных иначе они заболеют и умрут их нужно было угостить и говорить с ними только ласковым голосом 27 января запрещено было и лениться поскольку святая нина была самых лет упорной труженицей а лентяев она наказывала неприятностями и горестями особенно в почете в этот день была умственная работа которую нужно было провести в чтении в чтении или в изучении иностранных языков также сегодня запрещено было обижаться считалось что обиды обратятся против обиженного по народным приметам у такого человека могут начаться проблемы в отношениях с окружающими разлуки с дорогими сердцу людьми поэтому конфликтную ситуацию надо было отпустить простив обидчиков душе не стоило 27 января и кричать потому что нечисть на крики прилетит и начнет беды и начнет беспокоить также в день не надо говорить спокойно уравновешено в том числе не скандаля и не повышая голос нельзя в этот день считать и удой иначе у коровы молоко исчезнет нельзя было сегодня и обижаться лучше простить человека который вас каким-то образом задел за живое или поступил неправильно по сторонним приметам если обидеться в этот день на другого человека то у вас возникнут проблемы в отношениях с окружающими людьми а также дорогими и близкими также нельзя в этот день и стричься потому что по народным приметам это к неудачам а также черной полосе в жизни и сегодня 27 января не стоит выносить масса мусор чтобы не вынести из дома счастья удачу и прибыль также обращаем ваше внимание что сегодня лучший день посвятить труду и это касается не только ухода за скотины так как в двадцать первом веке скотина и есть далеко уже не у всех далее же даже живущих деревнях и селах поэтому любая работа сегодня приветствуется особенное внимание обратите на те дела которые вы возможно давно хотели начать начинание 27 января обязательно уменьшается успехом и принесут вам прибыль далее друзья у нас с вами лунный календарь на 27 января 2022 года по лунному календарю друзья нас с вами ожидаем 24 25 лунный день убывающая луна в знаке зодиака стрелец обращаем ваше внимание что 27 января очень мощный день в этот день пробуждаются силы природы которые благоприятствуют созиданию а в человеке пробуждается сила в этот день и хорошо закладывать фундамент новых больших дел древнем египте именно в этот день проводили закладку пирамид хорошо сегодня начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов но злоупотреблять пробудившимися силами не надо потому что они могут обернуться во зло также сегодняшний день полон есть неиссякаемой энергии причем она будка касаться на не столько душевных порывов сколько физических сил поэтому зачастую этот день называют мужским он пробуждает сексуальное влечение и способствует занятиям спортом считается что сегодня пробуждается сила природы также друзья в этот день это в этот день луна позволяет стать своим в обществе создать свою команду чувствовать эффективно структуру отношений социального типа этот период способствует обучению делам церкви и различным поездкам в такое время улучшается самочувствие людей а физическая форма будет хорошо поддержана сегодня будет возможность и потребность в движении занятия спортом и физическом труде если есть возможность то 27 января проведите день спокойно без лишней возни и суеты особенно если сил у вас недостаточно а вы можете быть деятелем и активным как приложено как положено в этот день сильным личностям выбор только за вами вам виднее сильный вы человек или слабый что казательно стрижки на 27 января то запись салон красоты или в парикмахерскую лучше отменить так как результат стрижки вас сильно расстроит если укоротить волосы в этот день это негативно скажется на здоровье всего организма тусклыми и безжизненными волосы может также сделать завивка или окрашивание поэтому наиболее удачным выбором сегодня станут просто распущенные волосы простые косые или конский хвост обновить образ можно сегодня с помощью наращивания он может быть удачным если вы не станете чрезмерно увеличивать длину собственных волос не лишним был сделать питательную маску для волос или помыть их настоем крапивы в результате волосы будут казаться гуще здоровее и ярче а вот окраска волос натуральным красителем в темный оттенок поможет вам создать хорошее впечатление на вашего шефа или на ваших коллег волосы сегодня стоит уложить крупными волнами чтобы притянуть притянуть свою жизнь природную энергию и обращаем ваше внимание что именно 27 января это день неудачен для путешествий а также для безделья и грусти вот друзья у нас сегодня с такой вот с вами лунный календарь на 27 января 2022 года всем прекрасного дня и услышимся с вами уже в следующем видео